Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вечером наши танцоры разыграют медали чемпионата и я убежден, что они будут участвовать в борьбе за самые высокие места. Ну а днем, местное время сейчас 13 часов, днем короткая программа одиночниц и мы надеемся, что и наши девушки выступят столь же достойно. И, кстати, для таких надежд есть все основания. Результаты одиночниц российских действительно впечатляют. Уже в прошлом сезоне можно отметить прекрасное выступление той же Ксении Макаровой на чемпионате Европы в Берни. Затем было четвертое место Алены Леоновой на чемпионате мира в Москве. Были также яркие победы на юниорском чемпионате мира, когда Аделина Сотникова выиграла золото и Елизавета Туктамышева стала серебряным призером. Ну а в этом сезоне, ну, произошел, на мой взгляд, самый настоящий прорыв. И все началось с ярких, сенсационных побед этой же Елизаветы Туктамышевой на двух этапах Гран-при. Причем во Франции, на этапе Гран-при во Франции она обыграла трехкратную чемпионку Европы Каролину Костнер. Затем была победа наших юниорок в финале Гран-при, на юниорском финале Гран-при, когда все три первых места заняли наши девушки Юлия Лепницкая, Полина Шелепень и Полина Коробейникова. Коробейникова, кстати, выступает здесь на своем первом чемпионате Европы. Алена Леонова вышла в финал Гран-при, где заняла впервые в карьере, стала бронзовым призером финала Гран-при. Ну и это еще не все. Потом еще были победы на первых зимних юношеских Олимпийских играх. Даже Елизавета Туктамышева выиграла, совсем недавно это было, в январе, выиграла золото. Длина Сотникова стала серебряным призером. Ну и наконец был потрясающий по накалу борьбы турнир-одиночниц на чемпионате России в Саранске. Словом, все предполагает то, что уже здесь на чемпионате Европы. Я надеюсь, что и на мартовском чемпионате в Ницце выступления наших девушек будут просто замечательными. Ну а сегодня у нас короткая программа. Кстати, это не первое выступление уже одиночниц здесь на чемпионате Европы, потому что были предварительные квалификационные соревнования. И в этой квалификации принимала участие Полина Коробейникова, 15-летняя москвичка. И выступила она более чем достойно. Нужно было... Там было примерно 30 участниц в квалификации. Нужно было занять место не ниже 10-го. Но она не просто выиграла, а с потрясающим отрывом. Более чем 13 баллов выиграла она у всех остальных участниц в этой квалификации. Показала свой лучший результат не только в сезоне, но и вообще в карьере, в произвольной программе. И будет выступать среди участниц уже главных соревнований. 28 участниц выходят сегодня на старт в короткой программе. Но из этих 28 тоже будет соответствующий отбор. Не все, естественно, попадут в финальную стадию на произвольную программу. Но у нас сейчас завершилась разминка первой группы участниц. И на льду сейчас Челси Роуз Чаппа. Она представляет Венгрию, хотя сама родилась в Соединенных Штатах Америки. Но выступает сейчас за венгерскую команду. Дебитанка чемпионата Европы. Но в первых разминках мы увидим многих совершенно еще незнакомых нам фигуристок. Вот это как раз одна из них. В короткой программе один из трех прыжковых элементов. Обязательный двойной аксель, с которым сейчас вполне удачно справилась фигуристка. Три прыжковых элемента. Один в них аксель, один каскад. Но в первых двух разминках участницы будут выполнять, практически все участницы будут выполнять каскад 3-2. Но уже в сильнейших группах там, конечно, мы увидим и более сложные каскады. Так, три прыжковых элемента. Три вращения, одна дорожка шагов. Вот эти технические элементы будут сегодня оценивать арбитры. Ну и, естественно, оценка за компоненты программы. Вот из этих двух оценок, за технику и за компоненты, будет складываться общая оценка за короткую программу. Субтитры создавал DimaTorzok Дебютанка чемпионата Европы. Ну, об уровне фигуристки можно осудить, скажем, по лучшему результату в сезоне. Вот в короткой программе у этой фигуристки лучший результат 35,8 балла. Ну, чтобы понять, что это значит, у сильнейших, в том числе у той же Алены Леоновой, той же Каролины Костнер, результаты в сезоне где-то за 60 баллов. А в частности, вот у Алены Леоновой в короткой программе лучший результат в сезоне 64 балла. То есть здесь примерно результат два раза слабее. Ну, естественно, вы все видели оценки, прекрасно видели все это выступление, все ошибки. Мало что у нее получилось. Сорвала она каскад. Там должен быть у нее каскад тройной Сальхов и двойной Риттбергер. Ну, в итоге там с большим недокрутом был тройной Сальхов. Естественно, как тройной его не засчитают, но и была ошибка. Словом, оценка за технику будет невысокой. Ну, естественно, и за компоненты. Также намного рассчитывать не приходится. Тридцать четыре и сорок шесть сотых. Это даже слабее, чем ее результат в сезоне. Еще одна дебютанка чемпионата Европы. Марьям Лоенбергер из Швейцарии. Ну, она, кстати, ее юной фигуристкой, наверное, назвать уже нельзя. Ей 25 лет. И она очень немало раз выступала на чемпионатах своей страны, чемпионатах Швейцарии. Но вот впервые сумела занять второе место в чемпионате своей страны. Но, очевидно, в отсутствии прошлогодней чемпионки Европы Сары Майер. И благодаря этому вырвалась, наконец-то, на чемпионат Европы. И вот как она себя здесь сейчас сумеет проявить, мы с вами сейчас увидим. Удачно исполненный двойной аксель. Ну, сразу чувствуется уровень. Все-таки она живет и тренируется в Швейцарии. Рядом с той же Сарой Майер. Ну, и коронные швейцарские вращения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Есть чему порадоваться, но вот действительно вроде бы дебютанка, но понятно, что эта фигуристка была хорошо известна в узких швейцарских кругах. Ну вот наконец-то удалось ей вырваться на чемпионат Европы, она демонстрирует очень даже интересное катание, ну во всяком случае не сравнить с предыдущей участницей. Не все, конечно, у нее тоже не все получилось, в частности в прыжках, тот же тройной тулуп в каскаде был исполнен не самым лучшим образом, но тем не менее, я думаю, что результат будет заметно выше, чем у предыдущей участницы. Тройная тулупа Мочник за свою страну на таком международном уровне был, по-моему, даже участником Олимпийских игр. Я думаю, что арбитры достаточно высоко оценят на вращение швейцарской фигуристки, но вот немножечко, конечно, прыжки ее подвели. Но тем не менее, мы видели, что сама она была очень довольна своим дебютом на чемпионате Европы. Ну и где же оценки? И так чуть-чуть поскупились арбитры. 41,77 балла. Могла бы быть и повыше оценка. Следующая участница Клара Петерс из Ирландии. Она уже выступала на чемпионатах Европы, причем не на одном чемпионате. Вообще, она была первой фигуристкой из Ирландии, которая дебютировала в 2008 году на чемпионате Европы. 20 лет этой фигуристки. Ну и, пожалуй, кроме нее мы мало что знаем о ирландском фигурном катании. Ничего неизвестно про ее лучший результат в сезоне. Тут прочерк. Ну уже, судя по тому, что она заявила каскад из двух двойных прыжков. Одна из немногих. У кого нет в активе тройного прыжка. У нее каскад двойной Луц, двойной Риттбергер и прыжок двойной Флип. Вот этот самый каскад мы как раз с вами сейчас и видели. Двойной Луц, двойной Риттбергер. КОНЕЦ 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 Да, сама себя корит. И есть за что. Не получился у нее даже двойной Флип. Не смогла она исполнить. Там вообще что-то такое было не совсем понятное. Даже на прыжок не похоже. Не знаю, но может быть ей зачтут его как... Флип в один оборот. Ну, Клара Петерс. Понятно, что в Ирландии тренироваться ей было сложно. Поэтому она еще шесть лет назад, в 2006 году, уехала в США. И там в США и живет, и тренируется. Я немножко ошибся. Ее первый чемпионат Европы был не в 2008, а в 2009 году. Ну, и как раз все отмечают, что это было первое появление ирландских фигуристов на таком уровне. Кроме Клары Петерс, других фигуристов из Ирландии, по-моему, мы пока, во всяком случае, не знаем. Ирландии, по-моему, это было первое появление ирландии, по-моему, это было первое появление ирландии. Сам по себе, ее базовая стоимость весьма низкая. Словом, все идет к тому, что хотя бы 30 баллов набрать уже неплохо. Словом, все идет к тому, что это было неплохо. Чуть меньше 4 баллов. Флёр Максвелл. Узнаем эту 23-летнюю фигуристку. Следующая шага, Флёр Максвелл. Из Люксембурга. Я помню, когда она впервые появилась на чемпионате Европы, это, естественно, запомнилось, потому что до нее фигуристов из Люксембурга как-то мы не знали. 23 года на Флёр Максвелл. В прошлом году на чемпионате Европы она заняла 22-е место. И, кстати, в какой-то момент, это уже было очень давно, она завязала, бросила на фигурное катание, но спустя где-то 3 или 4 года решила вернуться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, можно говорить, что тремя прыжковыми элементами она справилась вполне достойно. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну и когда говорю о том, что достойно она справилась с своими прыжками, это, конечно, тоже все относительно, все сравниваю с теми, кто выступал ранее. Но, во всяком случае, у этой фигуристки есть в активе результат где-то в районе 46 баллов за короткую программу. Тоже, конечно, не очень много. Но, во всяком случае, она смотрелась лучше предыдущих участниц и с прыжками у нее обстояло лучше. Да и вообще такое общее впечатление тоже лучше, чем у предыдущих фигуристок. Флёр Максвелл уже участвовала и ни в одном чемпионате Европы, на чемпионатах мира, даже на Олимпийских играх выступала. Словом, опыт у нее есть. Другое дело, что, понятно, что не очень растут ее результаты. Ей уже 23 года, но вот какой-то уровень она вышла и на этом уровне остается. Ну вот я смотрю. Долго не выставляет оценка. Дело в том, что претензии у арбитров были к исполнению каскада. Вот я смотрю, что не засчитали ей каскад тройной Риттбергера двойной тулуп. Он оказался недокрученным. Первый прыжок тройной. То же самое и тройной тулуп. Ну, естественно, если это действительно так, то нужно о 40 баллах и выше считать не приходится. Сразу же резко падает базовая оценка. Естественно, уже общая оценка за элемент также становится заметно меньше. Что тут все тоже, все, вот поэтому, наверное, и так долго не выставляется оценка. Что возникли, возможно, возникли какие-то споры по поводу, были докручены эти самые два тройных прыжка. Ну, если сейчас будет оценка, да, видите, 37, всего-навсего 37 баллов. Ну, она только вторая. По-прежнему впереди свейцарка Мирьям Лайнбергер. И последняя, пятая участница из этой первой разминки. Алена Федорова. Она выступает у нас за Латвию. Совсем еще юная фигуристка. Это ее дебют на чемпионате Европы. Ей 16 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, здесь, я думаю, не должно быть особых претензий к этому каскаду. Тройной флип, двойной тулуп. Тройной тулуп тоже получился фигуристки. Ну и двойной аксель. Я думаю, Евгений Рукавицин, тренер спортсменки, должен быть доволен началом программы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ну что ж, дебют очень даже хорош. Я думаю, тут претензий у арбитров, у технических специалистов к тройным прыжкам быть не должно. В любом случае, по сравнению с предыдущей участницей, вот Флёр Максвелл, которые не засчитали тройные прыжки, их засчитали как двойные. Здесь прыжки были гораздо лучше исполнены. Выше тата фигуристка из Люксембурга так очень с трудом отрывалась ото льда. Ну вот сейчас мы, я не знаю, увидим ли мы Евгения Рукавицына, потому что два тренера в этой фигуристке. Андрей Соборовенко и Евгений Рукавицын. Ну вот я смотрю, что Рукавицына, похоже, нет сейчас. Дело в том, что для него, конечно, самая важная подопечная, главная подопечная это Ксения Макарова. Макарова будет выступать в самой последней разминке, в шестой. Я тут немножко погорячился, но разминок-то не шесть, а всего пять. Дело в том, что участниц так много, что я почему-то решил, что шестая. Нет, пятая разминка, где будет выступать Ксения Макарова и Алена Леонова. Кстати, Алена Леонова будет завершать короткую программу. У нее последний, 28-й стартовый номер. Сразу же перед ней, 27-й у Каролины Костнер. Ну а третья наша участница, Полина Коробейникова, она выступает в третьей разминке. Ну что, у нас должен появиться, по идее, новый лидер. Да, так она и есть. Самая высокая пока оценка за технику. Более 26 баллов. Ну и лучшая пока сумма. Так, первые пять участниц выступили. Вот так выглядит турнирная таблица. Федорова лидирует. Она уже квалифицировалась в следующий этап, в произвольную программу. О чем свидетельствует вот эта буква Q. Субтитры делал DimaTorzok